Дорогие друзья, всем привет! Вы снова на канале Семья Теклиных. У нас довольно-таки морозный сегодня день. На солнце, конечно, жарко. В смысле, как? Тает снег, а в тени морозно. И на завтра тоже передают морозные температуры, зато хоть ясно. Головы светлые, настроение прекрасное. Дорогие друзья, всем привет! Вы снова на канале Семья Теклиных! Куда мы собираемся? Венту. Да, мы едем в ленту. Вон и папа наш приехал. Мы только оделись, вышли. Давай, сынок, в сторонку. Папа нам бибик сказал. Так что... Сбирай и следим. Все, приехали мы. Машин много людей, много. Айда в ленту. Влог у нас такой получится, сборная. Вчера вот мы в ленту ездили. Сняли, да, сынок, сняли. Как мы поехали, туда-сюда-сюда. Мы приехали поздно, и я не стала снимать, что мы купили. Поэтому сегодня я в городе уже на курсы. Сегодня я ездила, вот. И вот забежала сюда, проведается ночка. Бабушка и дедушка как тут у нас живут. Они на даче сейчас скакали. Кстати говоря, у нас у папы сегодня день рождения. Ты папа поздравил? Да. Молодец. И я. Поцеловала его тоже. Я позвонил. Да, вот сегодня 15 марта у мужа день рождения. Он сейчас дома находится. Сыр варит. А я вот на учебе сейчас закончила. Все, побегу домой собираться на автобус уже. Вот. Как у тебя, сынок, жизнь молодая студенческая? Подстригся. Вот какой красивый мальчик у меня. Ну, разбирайся пока. А я хочу показать рассаду моей любимой свекрови. Вот это у нее уже перчики такие вот шикарненькие взошли. И вчера она их пикировала. Это баклажанчики. Баклажанчиками она обещала со мной уже поделиться даже. Поэтому я, значит, сажать и не буду. Хотя я, в принципе, баклажан как-то не очень мы их едим. Вот. Прям вот в больших количествах. Мы из баклажан летом я делаю на колечки. Вот их нарезаю, обжариваю с обеих сторон. И с чесночком с майонезом. Саша вот Илюша очень любит. Вот так. Только в таком варианте салат пока никакие не делаю. Вот. Сегодня я домой приеду и тоже начну рассаживать. У меня перцы уже проросли. И вот их надо как раз будет распекировать сразу. Вот. У нас тоже такие же вот коробульки. Для рассада много лет уже. Ими очень удобно пользоваться. Они многоразовые. Посадил, помыл, потом все убрал и прелесть просто. Опять достал, когда надо. Ну, еще пойдемте посмотрим цветочки. Ну, вот на лоджии здесь у них такая красота. Это вот петунии вот уже заколосились, можно так сказать. Скоро, наверное, бутоны будут набивать. Помидорки взошли. Разные тут у них такие вот интересные. Вот. Такой вот шикарный тортик ждет нас сегодня здесь дома. Любовь Георгиевна постаралась, испекла два аж таких. Один на дачу увезла. Саша поедет сейчас на дачу после того, как сыр их сделает. Там они посидят немножко, на Волгу сходят, поболтают между собой. Короче говоря, сынок, сегодня воссоздастся семья полноценная. Бабушка с дедушкой встретит своих сынов. Без жен, без детей колблы посидят спокойно, тихо своим кругом теплым, уютным. Да. Молодцы. Это они столько лет так не собирались, уже лет, наверное, 20. 20. Точно, говорю, лет 20 уже не собирались своим теплым семейным кругом. И поедят вот такой шикарный тортик. Но бабушка разве может оставить нас всех без тортика? Поэтому и нам тоже тортик достанется, вот половина. Илюхе, а половину я сейчас домой увезу. Там бисквит, здесь творог и сверху такая, как она называется-то. О, заработала. Молодец, сынок, ну-ка. О, такие классные, Ванечки, купили бы соножки. Сынок, нравится тебе? Да. Соножки удобно? Да. Ну-ка побегай. Походи тут, походи. Ну, совсем убежала, с кадра-то. Вот там, вот там, вот там, вот там. Вот там, бегу. С красавой. Ага. Ну, вот такие вот, хорошие. Теперь вот, вот-вот-вот-вот-вот. Все, сынок, у меня же голова кружит от тебя. Все, хватит делать. Я устал. Устал? Ребят, а кстати, где мои полицейские машины? Ну, откуда же ребята знают? Вот найди. О, пони. До дома добралась. Я с Сашей сделал сыр уже. И я пока зашла, переоделась. Тут посуды грязные, баки всякие, ведра. Пока это я все дело перемыла. Всех накормила. Саша собрался на встречу с братом и своими родителями. Пока вот его собрали с собой, вот он уехал. Я все перемыла, полы помыла. И устала, как бобик. Пятки горят. Набегалась сегодня. Дома еще вот делась, вот наделалась. Короче говоря, прям устала-устала. Сейчас зато покажу пирожок, который я привезла. Тортик даже, скажем так. Посмотрите, какая прелесть. Шикарный получился торт. Творожная какая-то вот такая вот очень вкусная, нежная, непритерная начинка. Сверху вишня, смородина. Залито все это желе из агар-агара. Ну и бисквит. Бисквит пропитан. Очень вкусно, нежно. Ну прям супер вообще. Золотые руки у моей любимой свекры. Просто золотые. Очень вкусно. Красота. Смотрите, какая прелесть и необычность. Сыр кротен, который мы делали в прошлый раз. Я показывала. Это мягкий сыр. Короче говоря, необычный сыр. Очень необычный. Саша уже на даче. Он отвез головку такого сыра своим близким родственникам. И всем очень понравилось. Так что сейчас моя очередь попробовать. Что он собой представляет. Ножком надо разрезать. И мягкий. И так вот он выглядит. Ну что ж, будем пробовать. Сыр вкуснейший. Текстура такая нежная, приятная. Не пересоленый. Мягкий. Но я не знаю чудо какое-то. Я такое никогда не ела. Очень вкусно. И это кротен. Супер. Прям сижу слюной захлебываю. Все, буду есть. Пришло время начинать сажать вейт-сеять. Поэтому подготовила землю. Это, кстати говоря, наша земля с огорода. В прошлом году мы покупали целый огромный мешок. Вот такой вот земли специальной для рассады. Убрали ее куда-то. Ищем. Не можем никак найти. Куда спрятали. Вот засунули. Не знаю прям. Но это вот земля с нашего огорода. Вот в эту плашку я буду сеять сейчас виолы. Вот. Все, что у меня есть. Все сейчас вот сюда вот насыплю. Полью. И закрою пленкой. Вот как прорастут. Тогда уже открою. И дальше будем выращивать, смотреть, пикировать и так далее. А перцы болгарские. Вот они мои перчики. Я вот обычно так делаю. Замачиваю семена. Они дают росты. И я их сразу вот уже отдельно пересаживаю, чтобы потом не пакировать. Вот таким образом я сейчас это все посажу. Эти перцы получились у меня из покупных. По совету родственников. Гибриды, которые выращивают где-то там в заморских странах. Или у нас где-то в теплицах. Не знаю. Я уж откуда нам везут. После того, как семена от этих гибридов посадить, они целый год еще вот хорошо плодоносят. А потом уже все. Семена негодные. Поэтому, в принципе, кто хочет экономить деньги и не покупать семена, можно таким способом сделать. Покупаем болгарский перец в магазине. Съедаем его. Семена оставляем. Сажаем. Выращиваем. И на следующий год поступаем так же. Собственно говоря, вот так вот в этом году сделаю я. Такой эксперимент у нас будет. Я покупала красный болгарский перец. Он такой яркий, толстостенный, крупный. Вот его и посажу. Ну вот у меня еще один остался. На всякий случай я оставила. Но вот с одного перца очень много семян получается. Что здесь даже вот это вот излишнее. Я посажу ровно столько, сколько у меня ячеечек здесь. Соответственно, 15-30 штук я всего посажу. Остальное все, конечно же, выкину. Потому что это мне лишнее будет. 30 мне вполне хватит. Семена перца я разложила. Это даже уже не семена, а проростки. Сейчас я это дело все полью. И так же пленочкой накрою. И как только появятся первые листочки, пленочку сниму. И все. И пусть будут дальше сами расти. С перцами все. Перчики там сидят уже. Я так пробовала сажать с проростками. И прекрасно все всегда получается. Сейчас отправлю все это на подоконник. Светлую комнату. Так что пусть пока растут. Как поднимутся, я уже буду формировать полку, которую Саша мне делал специально под рассаду. Прекрасно там все растет. Так что сейчас займусь виолками. Самый мой любимый цветок. Обожаю просто. Вот такой вот интересный сорбет. Розовая фиалка рогатая. Очень нежный, красивый цветок. Вот такая вот смесь. Анютины глазки Ясно-Солнышко. Красивые. Затем Анютины глазки Рококо. Ну и вот такая вот. Матрикс Санрайс. Это вот столько семян Матрикс Санрайс. Семь штук поштучно. Обалдеть. Стоили они что-то рублей двадцать, наверное. Вот это да. Ну вот Анютиных глазок более-менее еще что-то побольше семян. Ну они, конечно, сами по себе, наверное, не очень дорогие. Я за них четырнадцать рублей отдала. Ну и сорбет розовый тоже. Там кот наплакал что-то штук шесть-семь, наверное. Ну вот Анютины глазки, конечно, их прилично. Я вот так вот просто рассыпаю по поверхности земли. Сейчас полью и также накрою пленочкой. Вот когда появятся сходы, проростки, то можно будет открывать и буду подсыпать сверху уже именно такой, торфяной землей. Полила. И сейчас опять буду накрывать пленочкой. Ну вот так выглядят мои посевы. Я пойду относить уже их на стационарное место. Спасибо.